мост соединяющий как раз blue waters с пляжем и пляж виде какой длинный он отсюда начинается и он идет туда далеко-далеко все вот она вот она близко рукой подать конечно набережно конечно сразу же но практически как на курорте ты да как в отель приезжаешь ну то есть здесь дома в домах блин вы получаете не только квартиру на вы получаете кучу всего еще дополнительно смотрите сразу же в дома да пожалуйста хочешь себе футбольчик хочешь киношку посмотреть зашли до метро было где-то 1 20 и нас не пустили понятно лодки кататься здесь всякие там джетские здесь под кусок к слышите музыку сидишь там наверху и кайфуешь в этом ролике прежде всего хочу обсудить планы дубая на 15 лет вперед что здесь запланировано для решения проблем которые сейчас есть в городе сравним то как развивается дубай с с сингапурским опытом у меня также вышел целый отдельный выпуск про то как из дубая буду делать велосипедные города вы не ослышались здесь планирует создать больше велодорожек чем в амстердаме посмотрите если любите погонять на велосипеде как это я люблю делать по ссылке в описании еще выйдет отдельный ролик про сафари парк дубайский но это понравится наверное тем кто планирует посетить дубай в ближайшем будущем вообще наверное мне стоит поставить все мои эмиратские выпуски у меня там как бразильский сериал только на арабский сериал там есть выпуски про то что делать в дубай и где путешествовать в арабских эмиратах и хайкинг и подъемы на скалы и фуджейра и абудаби ну очень в общем очень много всего смотрите вот эта квартира я снимаю здесь квартиру односпальная по-нашински это двухкомнатная одна комната зал он же кухня ссори за то что у меня такой легкий mess беспорядок ну как бы такой творческий называем это творческий беспорядок ванна спальня спальня и спальня очень круто то что всегда окна практически от потолка до пола все это дело открывается можно выйти сюда на балкон классный балкон балкон еще как отдельная мини-комната такая со столиками со всеми этими делами шкаф встроенный сразу же идет еще один нет это не шкаф это стиралка очень кстати удобно то есть для меня удобнее чем оставаться в гостинице почему потому что во первых покушать можно готовить все что угодно внизу я вам тоже покажу здесь прям в этом же доме магазинчик витаминные чупа-чупсы тут мы берем часто какую-нибудь штуку вот они куда-то осаи мороженое похоже на мороженое такой замороженный сок взял вчера на рубли тысячи рублей 200 рублей вот это 150 рублей ты как ян тогда бы брал тебе такой понравился вот так выглядит кухня тоже на кухне все есть телевизор и телевизор не смотрю практически никогда что у меня тут выглядит снаружи вот так ребята меня это все выглядит снаружи красота просто окна открываешь и это бомба пойдем на балкон птички поют слышите на пальме это снегири воробьи я не знаю кто там прилетел и отсюда вот это вот из марины отправляются сюда через blue water колесо обозрения яхты и лодки отправляются в море это можно видеть конце атлантик сейчас в самом дубае проживает три с половиной миллиона человек 2040 планируется что население увеличится более чем в два раза почти до 8 миллионов человек это еще произойдет из-за того что большой дубай поглотит всякие окружающие его комьюнити про комьюнити я рассказывал ранее в своих выпусках это что-то типа коттеджных поселков по нашему планируется что дубай будет разделяться на 5 городских центра я думаю что это будет что-то вроде тех же районов но с конкретно четко выраженными своими характеристиками бесконечные рестораны бесконечная еда наедаемся потом идем сюда и сразу туда-сюда бегаем сжигаем жиры насчет сжигания жиров здесь большинство домов оборудовано спортзалами до спортзал здесь вообще по-моему на марине вот эти все новые новые дома здесь определенные требования это парковки здесь каждом доме есть парковки да вот казалось бы вода куда ставить машины а куда куда сюда же и ставить тоже здесь прям в домах это обязательство несколько этажей девелоперы должны выделять под эти парковочные места апартаменты эти обслуживаются то здесь происходит уборка не каждый день кстати прикольно то что у меня на ручке кодовый замок ребята можете прийти ко мне смотрите видите кнопочки вот так вот код я не знаю видели вы такое раньше или не видели давайте попробуем войти ко мне 7 7 3 7 решетка пикнул все раз и вошел и пошел гулять плюсы плюс я думаю что вам очевидно все это обслуживается я приехал здесь уже были постельные принадлежности короче все было в принципе конечно набережно конечно сразу же но практически как на курорте ты да как в отель приезжаешь куда-то у тебя пляж здесь пройти 10 минут у тебя и дома здесь бассейн красота вид потрясающий встаешь просто энергетика сумасшедшая минусы какой для меня один из таких больших существенных минусов ребята вот это вот все дело вечером вот эти все яхты идут играет музло и это туса выходные куда поздно то есть там часов до 12 я думаю что сто процентов вот эти лодки плавают у них дискотеки играют пост высотка слышите музыку и там если ты сидишь работаешь если ты там хочешь закрыть спокойненько там себе не знаю посмотреть телевизор в тишине да то но ты будешь слушать то что у них играет там jingle bells хабиби там все что угодно конечно же еще один минус какой если у тебя есть сивью то есть вид на море это сразу же подъем в цене если уйти вглубь города чуть подальше от моря что не видишь море то цена сразу же будет дешевле особенно вот в курортный сезон забавно то что у них сейчас зима не не купаются я приехал и даже обгорел понимаете немножко сразу же первый же день побежал купаться количество зелени она будет увеличиваться и планируется что увеличится в два раза парке на зеленые насаждения зоны отдыха здесь имеет большое значение вопрос ирегации водоснабжения по сути всего этого дела во первых пресная вода будет нужна увеличивающимися населению надо чтобы что-то будет пить этим 8 миллионам человек и где-то мыться также вода нужна будет для полива всех этих зеленых насаждений зелень ландшафтный дизайн на это круто конечно но это же надо как-то поливать особенно в пустыне так вот сейчас в работают опреснительные заводы из соленой водички делают несоленую и распределяют ее туда-сюда куда надо пойма этого есть такой метод как засев облаков запуливают специальные вещества в облака и идет дождик за следующий год планируется на 30 процентов увеличить количество выпадаемых в арабских эмиратах осадков тоже звучит вроде круто но посмотрите к чему эта история вся привела недавно в эмиратах долбанул такой ливень что затопило пол пустыни в детали я вдаваться не буду посмотреть у меня есть про это отдельный выпуск главная цель главная цель это озеленение 60 процентов площади всего эмирата будут составлять заповедники природные зоны лесопарки а еще зеленые коридоры зеленые коридоры будут связывать жилые районы с местами работы и другими инфраструктурными объектами итальянская компания stefano буери архитекти около года назад анонсировала свой проект по озеленению дубая компании будут построены два небоскреба представляющие собой вертикальный лес по аналогии с боско вертикали в милане был в дубае 20 лет назад и кто был в дубае вчера скажем так на сто процентов может подтвердить что уже сейчас довольно много зеленых насаждений и парков намного больше чем то что было несколько десятилетий назад к этому числу относятся и тематические парки детские прогулочные зоны например дубай miracle garden огромный цветочный сад который попал в книгу рекордов гиннеса или тот же самый сафари парк также огромный проект который уже реализованы когда смотришь на все это дело то планы кажутся вполне реалистичными пошли смотреть вам дальше показывать почему я вам показываю все это дело ну чтобы вы понимали что такое сервисный апартамент и что такое здесь дома что здесь все есть но вообще конечно я понимаю что очень многие из вас возможно кто смотрит это видео уже миллион раз были в дубае в дубай сейчас летают самолеты просто как маршрутки он забитые до отказа русскоговорящих здесь огромное количество если вы не знаете английского языка вот точно не пропадет здесь много где нельзя снимать на на телефон можно еще на камеры нельзя и мне уже несколько раз говорили типа и кому-то давай убирай свою камеру потому нерегально немножко детская игровая комната здесь еще пожалуйста хочешь себе футбольчик хочешь киношку посмотреть включить включаешь кино телек то есть такой cinema room да здесь дома дома блин вы получаете не только квартиру на вы получаете кучу всего еще дополнительно давайте холл я сейчас так потихонечку пройду сразу же к бассейну просто тут шикардос здесь за этой стеной получается бассейн был здесь уже такие кресла видите здесь югой можно заниматься в определенное время здесь проходит йога так вот занимаешься йогой с видом на всю эту красоту с игре потрясающе это все марина мост соединяющий как раз blue waters с пляжем ребят вот этот мост который вам показывал с балкон и своего дома вон меня дом видите остался же там вот как раз плывут лодочки яхты и вот этот пешеходный мост который ведет в blue water и дальше колесо обозрения и здесь знаете что прикольно что на этом мосту есть вот такие я как это правильно называется скажем короче мост и здесь еще на весна навесная такая штука можно спуститься там он дырки видите мы по сути над водой ходим да и здесь можно вот так присесть всякие лавочки лавочки стульчики пальмы можно просить вот так отдохнуть вот здесь люди садятся и наслаждаются закатом если вам недостаточно вашего балкона с видом на море то вот сюда как раз very welcome пляж вот здесь вот идут прям перед мостом здесь тут такие приватные зоны от отелей то есть здесь широтон допустим этот кстати если вы хотите на пляже здесь вот где-то рядом оставаться здесь вот широтон и у него приватная часть приватный кусок пляжа мост мост только пешеходный если на машине то вот пожалуйста есть дорога и там еще есть надувной парк парк городок с препятствиями набережная вот здесь заканчивается и они бросили видели тут сейчас идут какие-то реконструкции они уже давно идут здесь они не дотянули вот этот вот кусок здесь можно было бы просто продолжить набережную ну и по сути и закольцевать а из-за того что они это не сделали просто обрубили газе осталось 300 метров тут когда вечер очень красиво конечно потому что тут все дома горят какие-то узоры на них крутые просто круто очень яхты катаются кто говорит что в арабских эмиратах нет сауны то есть вот смотрите прям вот в раздевалке такая маленькая сауна все включил себе лопер бросил в общем вот это ребята вот это такой хороший дом на марине и здесь очень много похожего плана домов вот это чтобы представляли что может быть если вы будете здесь снимать какую-то квартиру нормальную хорошую квартиру да есть варианты попроще есть варианты еще круче на любой цвет вкус и кошелек сейчас большой минус в дубае это что дубай определенный город для автомобилистов не открыл сейчас ничего нового до пробки здесь были всегда машин много город постоянно растет сумасшедшими темпами широченные магистрали highway которые невозможно перебежать переходы смотрите как переходы их нет переходов ну понятно что все идут просто как хочешь так и идешь до переходе пойдем пешеходного перехода здесь нет нигде пешеходный переход да не знаю нужно пройти наверно километр до него потом просто как бы просто так вот через дорогу мы перейдем пропустит нас кто-то вот нас такой таксист у них есть такой несмотря на то что здесь такие крутые небоскребы и набережные иногда просто элементарные вещи вот казалось бы простой переходе когда раз и бросили вот валяется опасность опасность вот такая видите ну тоже как так вот новом городском плане центральной фигурой будет выступать пешеход 55 процентов населения будут проживать в пределах 800 метров от главной остановки общественного транспорта вопрос что будет с другими 45 процентами слышали что-нибудь про городскую микромобильность это когда работа зоны отдыха учебы магазины все в пределах 20 минутной досягаемости без использования автомобиля предполагается что это будет способствовать созданию общественного транспорта и зеленых коридоров которые соединят места где вы живете работаете и отдыхаете благодаря этой цели город стремится снизить зависимость от автомобилей повысить пешеходную доступность и создать более связанный город позавчера я снимал есть дубай там ребята которые работают въезд девчонка мне сказали что у них была ситуация что их как-то высадили они ехали такси по дороге и вот был виден их дом и они говорят давайте не делать петлю как просто остановитесь нас высадите короче их высадили на дороге грубо говоря вот так они ехали и по сути высадили на дороге они вышли и они легают им пришлось идти минут 20 вот так по дороге чтобы они могли потом свернуть на тротуар потому что ну просто вот была вот такая вот эстакада как-то но тут такое возможно вот иногда кажется что вот вот ваш дом вот но для того чтобы туда подъехать нужно сделать несколько петлей по несколько километров то есть здесь вот такие развязки и они не всегда очень грамотно сделаны и вот кстати наша эстакада вот смотрите вот это наш дом эмар и видите вот это тоже эстакада и она не пешеходная то есть если вы едете по ней прям с эстакады сворачивает дорога и подходит к нашему дому но при этом это для машин если вы хотите пойти пешком нельзя выйти пойти туда вот по дороге пешком что такое зеленые коридоры логичный вопрос мне нужно говорить что в дубае жарко летом и весной и осенью так вот эти зеленые коридоры это такие туннели будущего с кондиционерами дорожками где можно будет перемещаться между районами многие сравнивают дубай сингапуром типа сингапур это азиатский дубай ну или наоборот но смотрите проводили исследование было обнаружено следующее 61 процент населения дубая путешествовали на автомобиле по сравнению с 14 процентами использующими общественный транспорт и 13 процентами пользующимися своим пешком для сравнения давайте отправимся в сингапур в сингапуре 53 процента пользуются общественным транспортом и только 33 процента пользуются личными транспортными средствами почти половина показателя дубая столь высокая зависимость от автомобилей может быть объяснена рядом факторов одним из которых является климат дубая здесь когда палит солнце мне постоянно хочется снять майку жарко но но здесь нельзя этого делать можно только на пляже когда вы на пляже на песке пожалуйста делайте все что хотите ну как бы хотя бы трусы оставьте а майку когда вы выходите с пляжа только 10 метров отошли все одевайте но ребят возвращаемся к сингапурчику здесь как раз таки можно наблюдать как все это дело реализовано в городе с разными условиями в дубае температура часто превышает 40 градусов в сингапуре часто может наблюдаться стопроцентная влажность или проливные муссонные дожди несмотря на эти переменные условия сингапур показал как многолетние инвестиции могут повлиять на выбор поездок в долгосрочной перспективе согласованному дизайну и политике обеспечения связи с окраинами обеспечении затенения поэтому дубай смело может перенимать сингапурский опыт эта страна богата крутыми машинами на самом деле эта страна считается самой богатой в мире сейчас как мы идем по мостику сейчас мы с мостика там спустимся под мостик уйдем и дальше на марину кроме еще большой минус у нас и марк здание раз и на хайвы выскочили погнали но вот там если вы на марине здесь пробище здесь постоянно стоят машин то есть быстрее пешком реально ребят такси еще какие приколы здесь таксисты тоже есть есть как бы официальное такси а есть водители неофициалы да на всяких разных машинах и они стоят также там возле торговых сетей возле туристических мест его допустим мы выходили с марина мол сразу же подходит парниша такой горит поехали поехали игорь у нас до дома сколько будет а ехать ну блин 10 минут сколько сколько он говорит 150 150 дырхам я говорю нет дорого и мы прыгнули на официально официально знаете сколько у нас вышло 16 то есть в 10 раз дешевле поэтому такие официалы часто выходишь там турист или еще кто-то они тебе предлагают и предлагает просто в разы дороже цену поэтому я им сразу говорю мне если предлагают и говорите хочешь ехать вот вот официальная цена у них приложение вот это карим карим яндекс кстати тоже есть я показываю вот такая цена за такую цену поедут за другую цену не поедут еще с метро прикол вчера у нас случился я здесь до поздняка никогда не сидел не ждал пока закроется метро 12 часов не ездил 12 ночи смысле но я посмотрел что метро работает работает до 12 мы вчера выходили из дубай мола и выходили из дубай мола в 11 в из 15 в 12 то есть в 11 закрылись магазины мы пока дошли дошли до метро было где-то 11 20 и все ребята и нас не пустили сказали что все последний поезд проехал и мы такие как-то записано же в 12 идем на пляж он туда вот он там вот самолет стоит такой вот всякие напитки там мороженое всякие напитки продаются там а что там у нас по учебе планируется увеличение на 25 процентов площади образовательных учреждений строительство будет вестись по самым последним технологиям которые будут актуальны последующие 20 лет то есть не из итальянского кирпичика как я понимаю а из самых современных материалов на 400 процентов планирует увеличение городских пляжей это классно а то сейчас реально много где не протолкнуться это штуковина наверху я думал это просто свободное падение что тебя поднимают и потом падаешь а это оказывается короче наверхе подавать ты сидишь там наверху и кайфуешь как в ресторане сидишь наверху кушаешь пиццу любуешься чё вокруг пляж получается ровно два километра и многие кто не знает они сразу там где начало начало марины они там все тусят и там просто все забито но если пройти минут 15 сюда то здесь видите свободно широкий пляж не такой узенький несколько метров а прям широченный людей не так много плавать может свободно здесь вот взлетают самолетики парашютисты прыгают до самолетики не просто взлетает самолет как раз где прыгают прыгают с парашютом и дальше у вас круизные лайнеры тещу да и побегать можно также по пляжу можно выбегать два километра по песку два туда-два обратно несколько раз пробежались ну и все только там вначале надо будет меньше людей все чаще мы слышим а где русские школы в дубае дайте нам русского преподавателя это отдельная история учеба в дубае если вам интересно поступить в школу или университет в дубае в арабских эмиратах пишите хотите учить английский или в детский лагерь поехать мы всегда рады помочь и подсказать и тем более заходите на наш второй канал смапс education где мы рассказываем об учебе за границей вот включая собственно говоря и арабские эмираты у нас куча выпусков из самих учебных заведений можно никуда не ехать а просто посмотреть выпуск пока не забывайте подписываться и увидимся в следующих выпусках